МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Виханский, автогонщик, КМС по автомобильному спорту, вице-президент по капитальному строительству Атомстройэкспорт. Всем привет! Меня зовут Мускатина Катя, и это наш проект «Замечен в падоке» на канале Кэпиталлюб. И сегодня у нас в гостях Николай Виханский. Привет! Спасибо тебе огромное, что нашел в своем плотном графике время. Добрался до нашего интервью. Очень рада тебя видеть у нас в гостях. Взаимно. Скажи, пожалуйста, ты начинал свой путь с РХХЦЦ. Но что было до этого, непонятно. Расскажи вообще, с чего началась твоя любовь к гонкам? Да вообще ничего не понятно, что было до РХЦП, так мы называем, среди своих. Честно говоря, уже даже не вспомню, что это было достаточно давно. В 2010 году я приобрел автомобиль Шкода Октавия РС, синий. Была быстрая машина в моей карьере. И, соответственно, приехал на Воробьевы горы, нашел тусовку, а там познакомился с Сашей Гармашом. А-а-а, знаем-знаем такого. И Саша взял и вовлек, собственно, вот в это гоночное движение. И привил любовь к гонкам? Да, ну на самом деле любому мальчишке с детства, наверное, это любовь к автомобилям, ко всему техническому. А тут, когда, собственно, есть возможность попробовать скорость, попробовать себя, испытать такой адреналин, конечно же, это просто вау-предложение. Сразу получилось? Сразу влился? Или как? На самом деле вообще все вот эти вот вещи, как гонки, тайм-атак, РХЧП, это же больше, наверное, желание быть в каком-то движении, мейнстриме, принадлежать какой-то тусовке и при этом еще заниматься спортом. Поэтому это, конечно, было очень интересно. Если вспоминать так, эти времена, это такие радостные времена, когда у нас была такая сплоченная команда, мы ездили на разные треки, Смоленск, Нижний Новгород, выезжали большими группами, тусовались, обсуждали машины, готовились, что-то чинили, потом еще и гонялись. Это было просто как-то романтика. Ага, все такие единомышленники. О, да. Так, вот скажи, ты начинал гонять в РХХЦЦ на Октавии РС, правильно? Потом был Меган РС. Точно. Желтый. Желтый. Так, что было дальше, подсказывай. Потом Субару, Берзе. Товачна, задний привод, первый автомобиль с задним приводом. Так. Синяя купе. Что было потом? Помнишь, проверю тебя. Нет, нет, я все свои автомобили помню. Правильно? Да, был Порше Каймана, очень недолго, совсем не понравился, если честно. А потом уже в профессиональном спорте, когда перешел в РСКГ, это две Хонды. Это уже две Хонды. Так, вот сравни все эти машины. Вот что лучше, что хуже, что понравилось, не понравилось. Почему менял так много? Шкода Октавия РС – это первая любовь. Ее забыть нельзя. Это универсальный автомобиль, на котором можно было поехать с семьей на дачу, а можно было загрузить картошку, я не знаю, а потом поехать на Смоленский трек и еще и погонять. Это вообще был уникальный автомобиль. Универсальный. Вообще универсальный, уникальный, просто оставляет в душе определенную память. Каждый автомобиль был уникален. Меган РС – это просто какой-то редкий автомобиль с ромбом на капоте. Такой, с одной стороны, дерзкий, а с другой стороны, очень-очень быстрый автомобиль. На самом деле, когда я попробовал после Октавии, это, конечно, было такое восхищение, потому что автомобиль может ехать, можно управлять, можно управлять в заносе, можно управлять быстро. То есть маневренность другая, да? Я бы, честно говоря, если бы нашел бы экземпляры где-нибудь в себе в гараж, бы поставил. Просто, чтобы стоял, напоминал, как это было прекрасно, да? Subaru BRZ – это очень хороший автомобиль. Это первый автомобиль, на котором я попробовал вообще задний привод. Это такой хулиганский автомобиль, я бы даже сказал. Ездить на нем не очень комфортно. Не комфортно? Не комфортно. Почему? Ну, она очень низкая, жесткая, салон такой пластиковый, дребезжащий, но при этом это машина for fun. То есть если ты хочешь похулиганить, если ты хочешь отжечь, если ты хочешь попробовать реально, что такое веселый задний привод, это вот точно вот этот автомобиль. Так, а дальше? А Porsche почему так мало продержался? Да, именно как раз в сравнении. То есть мне, конечно, не хватало какой-то мощности, там, что-то, конечно, себя показать, чтобы так ярко все было, я взял у товарища из моего казанского друга Porsche Cayman. Очень интересный автомобиль. Звучит, бурчит, двигатель сзади, за спиной. Это вообще, конечно, такое... Круто. Ничего. Шильдик. Да. А когда выехал уже непосредственно на трек, вот нету этого фана, который дарил Subaru BRZ. Почему? Где едешь в заносе, едешь быстро, где ты проносишь скорость немножко скользя. Чтобы ехать на Porsche быстро, надо ехать очень аккуратно. Не должно быть нужно четко затормозить, хорошо четко проехать поворот без заносов и вовремя нажать газ. То есть нет вот этого драйва. Да, это быстро, да, это, наверное, внешне красиво, звук классный. Но вот водительского драйва, когда ты чувствуешь автомобиль, когда ты хочешь немножко там похулиганить, где-то хочется тебе чуть-чуть... Porsche не про это. Porsche точно не про это. Porsche не дает, не прощает ошибок. На нем нужно сделать очень ювелирно, четко. Вот, тогда это будет быстро. Но мне это не понравилось. Не по душе. И что, и у тебя появилась любовь к Хонде. Как это произошло? Нет, тут же, опять же, большое спасибо Саше Гармашу, который пригласил в 2017 году в чемпионат России поучаствовать в классе Super Production. Это, со мной, со стороны, самый доступный класс нашей российской серии Клицевые годы. А, с другой стороны, достаточно быстро. Потому что, когда я, конечно, попробовал Megane RS, где было больше 300 лошадиных сил, уже, конечно, было сложно переучивать себя или пересаживаться на автомобиле с меньшей мощностью. И тогда, собственно, Саша предложил поучаствовать. Мы подобрали автомобиль. Это был Хонда FM 2008 года. Подготовленный как раз под требования кольцевых гонок с каркасом безопасности, пожаротушения, без пластика в салоне. И, конечно, я тогда уже понял, что такое реально спортивный автомобиль. Это нет компромиссов, это все очень жестко, это достаточно быстро, и это спортивный слик. То есть это все, конечно, по-другому. Все ощущения другие. И тогда, после заднего привода, я понял, что на переднем приводе можно ехать точно так же быстро. Но еще и... И еще быстрее. И на самом деле оказалось, что передним приводом очень весело управлять, когда на самом деле у тебя хороший, приготовленный спортивный автомобиль. А вот японская Хонда, знаете, как меч самурая. Легкая, быстрая, хорошо управляется. Ну, в общем... Так, а про вторую Хонду? А вторая Хонда... Ну, FM был атмосферным. Два литра атмосферы. Это чуть больше, там, 250 лошадиных сил. Конечно, конкурировать было с соперниками достаточно сложно. Уже тогда у нас в Пелетоне ехали Subaru BRZ с турбиной. И ехали Lada Vesta 1.6 турбированные. Понятно, уже появлялись Хонды и P3 в кузове. И они тоже были с турбиной. Соответственно, мне с атмосферным двигателем, конечно, было очень сложно, скажем так, создать конкуренцию с соперниками. И через год появилось предложение взять предыдущего поколения Хонду, ЕП3. Она как раз была двухлитровая уже с турбокитом. Это, конечно, уже другой автомобиль. Он такой же веселый, но при этом еще и с хорошим, привычным моментом на колесах. Что здорово, да. Расскажи, пожалуйста, свое отношение к вот этим шуточкам за 300 от комментаторов трансляций и в соцсетях, когда про тебя говорят, что у тебя самый старый автомобиль на чемпионате. Он точно не самый старый. Он совершеннолетний. Совершеннолетний. Это автомобиль, которому все можно. Ты так к этому относишься? Конечно. То есть у тебя не попадают эти шутки? Ну, можно по-разному вообще относиться. Это один из ведущих, Антон. Это мой хороший товарищ. Мы с ним часто в падоке обмениваемся информацией, шутим. Вот. И есть такая взаимная любовь. А шутки про автомобиль, ну, я, честно говоря, не обращаю на это внимания. Я всегда ко всему отношусь с юмором. Вот исполнился моему автомобилю 18 лет. Все. Можно в Москову классе Гран-при поехать. Хорошее, кстати, отношение к этому. То есть в тебя это, можно сказать, не попадает? Нет, нет, нет. Не долетает, да? Я всегда к этому автомобилю отношусь с любовью и уважением. Это потому что мой ластик. Правильно. И он тебе отвечает за инвестру. Скажи, пожалуйста, есть ли планы о переходе в более высокий класс в РСКГ? Например, туринг? Как это? Желание, конечно, есть себя попробовать. Вопрос только исключительно возможностей. Может быть, Капитал Люк поможет? Кто знает. Может и поможет. На самом деле, туринг – это очень интересный класс с точки зрения технической подготовки, с точки зрения спортивной подготовки. Это, конечно, уже другие требования, другой бюджет. Но при этом, конечно, на современном автомобиле с такими соперниками всегда, конечно, хочется себя попробовать. Это правда. Ну, ты бы хотел, правда, да? А расскажи, что ты думаешь про участие в международных соревнованиях? PlanPaint GT, например, или Porsche Cup, европейский, например? О, ну, тут, конечно, можно мечтать, фантазировать. Ну, давай, давай сделай это прямо сейчас. Мне, как пилоту, конечно же, было бы интересно попробовать все. Это безусловно. Ну, так как я работаю в Росатоме, пока я учусь и катаюсь в России. Ну, а так в целом хотел бы попробовать? Конечно, конечно, конечно. Да, даже были некоторые планы поехать в Италию, посмотреть. Посмотреть или попробовать? Посмотреть и попробовать, сидя в Аталинском чемпионате, похожем на РСКГ. Ну, пока отложим на пару лет. Но в планах все-таки будет, да? Ну, да, да, что-то такое останется. Ждем, желаем тебе удачи, чтобы все получилось. Мы все очень хорошо помним твою борьбу в 2018-м с Добровольским, что вы оба бились на ФН-2, только говорят, что его, ФН-2, был в два раза дороже твоего. Но в целом борьба была просто супер. Расскажи, пожалуйста, свои ощущения. Ты вообще помнишь этот соревновательный момент? Это, как это, я даже, мне кажется, Инстаграм завел примерно в это время. Не помню, правда, конечно. Вот у меня видео в Инстаграме остались. Именно как раз из трансляции. Это твое первое видео в Инстаграме? Да, 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 с видеотрансляцией. Да, конечно, я помню о том, что, во-первых, большое спасибо Дмитрию. Борьба была очень корректной, чистой. Вот. И это доставило удовольствие. Я помню, что это была борьба где-то, наверное, за восьмую или седьмую позицию в пелетоне. Но это не важно. Главное, какое ты удовольствие от этого получаешь. И вот от этого соперничества, конечно, остаются такие эмоции исключительно положительные. А было ли еще какое-нибудь подобное сражение, которое прям тебе запомнилось? Ну, на самом деле, таких сражений достаточно много было. А честно могу сказать для себя, то, что мне сильно и хорошо запомнилось, это казанская гонка во время ливня, когда весь пелетон ехал и вообще практически ничего не видел из-за дождя, из-за поднимания вот этой водяной пыли. И у нас стартовало где-то порядка 11 пилотов, а до финиша добралось только пятеро. И это был один из моих первых подиумов, третьего места, где мне удалось, собственно, и удержаться за лидерами пелетона, не совершить ошибку в такой проливной дождь и получить просто массу положительных эмоций от того, что это было достаточно опасно. А с другой стороны, когда ты борешься с собой и у тебя что-то получается, это, конечно, приносит хорошее самовлитворение. Ну, то есть это была борьба больше с самим собой и со стихией, да? Да вообще, на самом деле, все вот эти гонки, спорт, это борьба, прежде всего, с собой. Потому что соперников нужно любить и уважать, а к себе надо относиться критически и самосовершенствоваться. Золотые слова. Да, здорово. Так, следующий вопрос от самых преданных поклонников и болельщиков. Смотри. Они очень внимательны. Машины конкурентные, правильно? Ну, да. Собраны на топовых компонентах. Правильно, да? Я все правильно говорю? Меня поправляют, если что. Смазочные материалы самые лучшие в мире. Однозначно. Внимание, вопрос. Чего не хватает для победы? Когда будет чемпионство? Ну, скоро. Ожидайте. Ну, скоро как-то очень размыто. Вот что идет не так, если все хорошо? С машиной все хорошо? Вот почему? Ну, знаете, это как это? Как я говорил, это любая гонка, это борьба с самим собой. Всегда четко нужно понимать, что есть определенный потенциал для улучшения. Прежде всего и себя, и во вторую очередь уже техники. Поэтому... Ты себя бережешь, ждешь какого-то, где сможешь... Да, можно и так сказать, я себя берегу. На самом деле нет. Это, как это... Прежде всего, это психологическая подготовка. Когда ты выходишь на старт получать удовольствие, когда ты выходишь на старт с положительными эмоциями, очищаешь все свои мысли, все получается. Как только ты выходишь с какими-то определенными разными мыслями на старт, и у тебя что-то идет в голове не так, оно и не получается уже на трассе, на тройке. То есть, получается, тебе не хватает, как бы, возможности отключиться от реальности, да? Во-первых, на самом деле, как бы это мое хобби. Это хобби, которое позволяет мне перезагружаться, это позволяет мне зарядиться определенной энергией для того, чтобы потом обратно возвращаться в будни. Поэтому будни, конечно, не всегда меня отпускают. Но при этом я всегда стараюсь, скажем так, в любом случае, не важно, какой у меня результат, получить положительные эмоции. Любая даже небольшая борьба за любую позицию – это уже огромное удовольствие. Ну, звучит, знаешь, вот как детей утешают. Главное не победа, главное участие. Но все равно хочется же. А цель, на самом деле, и вот на этот сезон мы себе поставили цель, это, первое, побороться в командном зачете, и второе – это все-таки заехать по итогам сезона на подиум. Мы пока идем к этой цели. Надеюсь, что все получится. Прямо желаем удачи. Держим за тебя кулачки. Так, а вот такой вопрос на засыпку. Ну, давай. Можно ли сделать серийный автомобиль с атомным реактором? С серийный автомобиль с атомным реактором? Можно. Так, почему не сделали до сих пор? Ну, пока не согласовали технический регламент. То есть, есть у нас определенный диалог с технической комиссией, но мы уже готовим. Есть такое в планах? Конечно. Прямо на серию поставить? Да, у нас такой маленький двигатель атомный. Все там заправляется, чистенько водородом. Все нормально. Это правда или это шутит? Да, шучу. Нет, на самом деле… Ну, вообще это реально? На самом деле в Росатоме очень много разных научных, технических разработок. Я очень горд тем, что где и как я работаю. Я надеюсь, я думаю, что, конечно же, не в ближайшие там годы, но какие-то обозримые будущие, мы увидим технологии не только в промышленности, но и, собственно, наверное, в этом вылестроении. Я уверен, что прорыв будет. Да? Ну, надеюсь, доживем и увидим своими глазами. Мы-то точно доживем. Главное, чтобы вы все сделали для этого. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, дочки пойдут по стопам отца в любви к автомобилям? Может быть, сейчас они уже гоняют на картинге? Ну, пока никто из моих дочерей на картинге не катается. Но проявляют какую-то любовь, интерес? Во-первых, это самые мои преданные фанаты, которые точно заболеют за папу. И каждый раз, когда папа приезжает, у меня дочери спрашивают, папа, почему не первое место? И поэтому всегда хочется двигаться вперед. Вот. Главная мотивация. Порадовать дочек. Да, это точно. И я смотрю, как они... Для них это, конечно, тоже определенные горды за меня. Я этому очень сильно рад. А с другой стороны, я смотрю, что, скорее всего, младшая дочь, наверное, что-нибудь попробует. Серьезно? Да. Старшая, она такая, самый преданный мой фанат. А у младшей есть уже такой интерес. Ничего себе. Технический. Будешь поддерживать в этом плане? Наталкивать точно не буду. Если захотят, я, конечно, с большим удовольствием. Ну, а не страшно, так девочка, такой вот... Мне нет. Нет? А ей? Да, они пусть сами решают. Да? Да, конечно. Ну, не знаю, как-то не женский, так скажем, спорт. Да, ну, на самом деле очень много примеров, и в том числе в автомобильном спорте, где девушки достаточно ярко выступают. Так, хорошо. А вот расскажи, пожалуйста, жена разделяет твое увлечение автоспортом? Меня отпускают на автоспорт, из-за меня болеют. Ага. Это самое главное. Ну, а по поводу поддержки именно, да, давай там все получишь? Безусловно. Безусловно. Ну, а разделяют ли вообще твое вот это увлечение, или все лучше бы на рыбалку, как все, ходил? Нет, нет. Нет? Точно автоспорт, это точно не рыбалка, и это такое, наверное, хобби там для всей семьи. То есть это некий такой образ жизни, который уже привит всем моим родным. То есть тебя уже не остановить, и они уже просто смирились? Ну, конечно, у меня даже родители обязательно телевизор включают, смотрят. Друзья тоже иногда периодически говорят, Коля, мы за тебя будем болеть. Конечно. На самом деле очень приятно, когда есть такая поддержка, есть сильные эмоции, которые тебе дарят люди. Те, которые тебя любят, те, которые, ну, желают и горят, чем горю я. Слушай, действительно здорово. А вообще расскажи, кто твоя группа поддержки на этапах? Ну, это друзья, друзья, коллеги, все очень часто приезжают, смотрят. И для всех это тоже такой неподдельный интерес, когда ты сам горишь, когда ты вот так вот получаешь эмоции, и ты видишь, что эти эмоции передаются и моим друзьям, моим болельщикам, моим любимым. Конечно же, это очень приятно, это усиливает такой определенный вау-эффект. Нет, а вот группа поддержки, которая с флагами приезжает, тебя поддерживает, ты их знаешь? Конечно, это же все-все-все-все мои. Это все твои знакомые, все твои друзья? Слушай, здорово, действительно такая мощная поддержка. Я думаю, прям передается их настрой тебе. На самом деле это очень важно, когда тебя поддерживают, когда есть вот такая энергетика позитивная. Это, конечно, очень важно. А расскажи, какие у тебя есть еще увлечения? Рыбалка уже нет, уже спросила. Может, кулинария, может, ты цветы выращиваешь? Нет, цветы я не выращиваю, готовить люблю, но очень редко готовлю. На самом деле я вообще люблю все, что связано с таким адреналиновым спортом. Одно из моих увлечений, это, конечно, горная лыжа. Горная лыжа, это если зимой не поехать как минимум два раза покататься, то это не зима. Даже так? Да, буквально недавно, сейчас, чем же себя занять летом, пока есть большой перерыв в 3-4 недели между этапами, сейчас начал увлекаться вейксерфом. Очень хочется научиться красиво кататься. Получается? И, возможно, в будущем поехать на океанический серф. Океанический? Ну, это как Porsche Cup Challenge в Европе, так и, соответственно, серф на Бали. Это, собственно, такая определенная мечта. А что еще из экстремального уже успел попробовать? Ну, я много чего пробовал, но на самом деле спорт все-таки автомобильный, это такая база, от которой уйти никуда не могу. В одно же время даже у меня такой был протест, думаю, что-то не получается, техника ломается, у меня что-то не идет. Хотел бросить? Да, и у меня все уже, думаю, все, я буду завязывать, буду продавать автомобиль, высвоженные деньги, могу пустить вообще на что угодно, потому что бюджет, который, если его не тратить на автомобильный спорт, конечно, можно вообще любым спортом заниматься. Но нет, настает Новый год, настает новый сезон, и все, душа требует обратно вернуться. А вот что именно тебя возвращает в это состояние? Уже не знаю, наверное, уже совокупность всех эмоций, которые ты получаешь, удовольствие, разочарование, вот эта вся гремучая смесь, они, конечно, очень сильно затягивают. Да, от этого уже никуда не денешься. Уже никуда не денешься. Замечен впадоке. Николай Виханский. Твой стартовый номер в РСКГ 88, а в РХХЦЦ 3 восьмерки. Откуда такая любовь к восьмеркам? Ну, вообще, на самом деле, я стал, с одной стороны, христианин, а с другой стороны, верующий, да, а с другой стороны, как присущий всем нашему народу, все равно верю в приметы. А за последнее время вообще стал больше погружаться в понимание того, что все-таки есть вещи, которые, ну, скажем так, внутренне тебе помогают. Вот, и восьмерка, это для меня такой знак удачи. Это же символ бесконечности. Бесконечности, да. Бесконечности, он у меня даже на руке есть. Не только на руке. А где еще? Здесь еще есть. Ой, опять микрофон. На шее? Да, здесь еще на шее есть, да. Это некий такой мой талисман, который помогает мне. Восьмерка же в восточной культуре – это символ бесконечности. Символ бесконечности и, соответственно, удачи и долголетия. Вот, поэтому восьмерки меня сопровождают. Интересно, что так много восьмерок. Буду долго жить. Чего тебе и желаем. Так, а расскажи про зимние виды спорта и помогает ли тебе это в летних гонках? На самом деле есть такое понимание о том, что зимой нужно больше времени уделять ледовым гонкам. Так. Это такой хороший тренажер для того, чтобы хорошо себя чувствовать на асфальте летом. В этой зиму у меня вообще не получилось никуда выехать, по примерно понятным обстоятельствам. А так, на самом деле, конечно, прозанимавшись зимой на льду, на снегу, посмотрев, покатав ледяные гонки, конечно, ты уже возвращаешься весной к первому этапу серии кольцевых гонок уже таким хорошо подготовленным. Но это же разные вещи. Как тебе это помогает? Это вещи, с одной стороны, разные, а с другой стороны, навыки с точки зрения чувства. Чувства автомобиля – это самое то, что нужно для пилота. Ну, а может быть, на симуляторах было бы удобнее? Вот честно скажу тебе, симулятор – это вообще не мое, я их вообще не понимаю. Не любишь? Вот не понимаю. Не понимаешь, потому что это разные вещи? Я их не чувствую, и вот многие там садятся и говорят, что вот ты попробуй на симуляторе, погоняй, это классно помогает. Я не могу, я к нему все равно отношусь, как к компьютерной игре. Ну, а если абстрагироваться, если он очень достоверный, прям все, сейчас же вот эти модные, дорогущие, которые… Я в Мортал Комбат поиграю. Это игра, а здесь как прокачка скилла в момент, пока нет гонок. Не понял я этого, и тебе честно отвечу, не понял, много раз пробовал, и даже на таких крутых тренажерах, где тебе помогают почувствовать такую реальность с точки зрения… Да, полная имитация езды. Вестибулярный аппарат, да, но все равно. Не то? Не то. Нету запаха бензина, нету запаха масла. Серьезно? Ну, надо как-то распылить. Вот, кстати, передадим нашим друзьям-симрейсерам, пусть распыляют. Конечно, и капитал лют надо привлечь обязательно к идее. Мы там маслами-то. К идее, да. Немножко попшикаем. Выпуск соответствующих ароматов, может быть, серии мужских духов. Кстати, идея. Нам прям стартап бесплатный подарил только что. Да, точно, точно, идея. Вот Руслан возьмет на заметку, я думаю. Обязательно передадим ему. А расскажи, пожалуйста, свое отношение к симрейсерам. Ну, люди же занимаются этим, деньги получают, в соревнованиях участвуют. У меня на самом деле есть друг Паша, правда сейчас из России уехал. Мы с ним вместе катались на желтых Меган РС. И когда мы с ним только познакомились, это, наверное, далекий 2012 год, мы с ним встретились на двух желтых Меган РС ночью на Киевском шоссе. Звучит романтично. Ну, с точки зрения мужской дружбы, да, очень. Да. Вот, и я просто помню, что он достаточно активно гонял, соответственно, по виртуальным гонкам. И когда он уже из них перешел в такой... Профессионала? ...любительский чемпионат, я, конечно, поразился его уже практически сильным готовым навыком в реальной жизни. Это для меня пример человека, который перенес из Сима свои навыки в реальность. Но ты к этому несерьезно относишься, да? Я никого не осуждаю, и, ну, это просто мое. Не мое. Не поддерживаешь. Я лучше в автомобиль сяду и поеду покатаюсь. Правильно. Так, прошло уже два этапа РСКГ. Расскажи свои впечатления и вообще, может быть, уже сделаны какие-то выводы или что-то, будут какие-то дополнения? На самом деле, конечно, эти два этапа достаточно прошли. С одной стороны, интересно, очень много информации, которую мы получили, собрали. В этом году мы едем на двух Хондах. То есть у нас три пилота в команде. И у Саши Громаша есть возможность выбирать, кто из нас поедет в командный зачет, исходя из полученных результатов. Соответственно, конечно, когда есть две Хонды, есть два пилота, мы уже собираем больше информации, анализируем с точки зрения настроек автомобиля, поведения автомобиля. Мы к первому этапу очень сильно готовились. То есть мы выиграли квалификацию первое-второе место и готовились, собственно, это лидерство удержать и в гонке. Но, как обычно это бывает, ты планируешь, а на самом деле судьба распоряжается немножко по-иному. Некоторые технические вопросы... Допустили какие-то ошибки? Некоторые технические вопросы нам не позволили, соответственно, удержать свое лидерство в пелетоне. Один из автомобилей перегрелся. У меня были проблемы, вопросы с электрикой, которые давали периодически такую, знаете, мигрирующую ошибку, которую так просто не найти. То есть она вот непосредственно в гонке проявлялась. Мы приезжаем, смотрим, читаем компьютером, ничего нет. Я выезжаю опять на трек. Мистика. Да, что-то раз, и все, и машина не едет. В какой-то момент просто я ехал первый круг на первом месте, и в последнем повороте первого круга у меня вылетает ошибка. Я пропускаю четверых, пытаюсь догнать. Через три круга опять ошибка повторяется. Ну и, соответственно, это повлияло, конечно, на результат. Но вы выяснили, что это была за ошибка? Да. Что это? Маленький датчик, чуть-чуть перебитый провод, который при определенных положениях давал сбой. Мы поменяли проводку, поменяли датчик, и вроде бы все в порядке. С вторым автомобилем, на котором сейчас едет Игорь Самсонов, чуть-чуть пришлось доработать систему охлаждения, для того, чтобы автомобиль был более стабильным. Мы в Нижнем Новгороде посмотрели все техническое состояние автомобиля, нас все устраивает. Мы поискали свои настройки, наверное, не успели их найти, поэтому приехали, скажем так, в середине пелетона. Но это нам позволяет тактически ехать быстрее на следующих этапах. Уже с учетом всех ошибок? Конечно, мы уже доработали техническую составляющую, мы посмотрели. Сейчас мы рассчитываем на то, что нас разгрузят с точки зрения дополнительного веса, который добавляется победителям. И относительно наших соперников, ближайшие два этапа, мы будем быстры. И постараемся свой потенциал реализовать максимально. Вы уже какие-то выводы сделали после этих двух этапов? Это вся информация, которая нарабатывается, конечно же, максимальным образом все используем. Хорошо. А вот такой вопрос от маминых инженеров, назовем его так. Если в Хонду поставить коробку ДСГ от Вага, это поможет тебе ехать быстрее? Нет. Нет? Почему? На самом деле, это моя личная, я настолько привык ехать на механике, что даже когда мы делали эксперименты, ставили коробку без сцепления, так называемая секвентальная коробка передач, поехать мне быстрее не удалось. Может быть, это, конечно, у меня не получилось, скорее всего, и так. Но на самом деле я вернулся потом к обычной механической поисковой коробке. А почему не получилось-то? Да кто же его знает? Мне вот, ну, мне доставляет вот эта романтика, удовольствие, переключение. Это, конечно, не совсем быстро. Но мы сейчас сделаем некий технический апгрейд. И со следующего этапа, я очень надеюсь, у нас будет уже немножко иная коробка передач. Может, просто дело привычки? Возможно, но есть еще и как бы технический прогресс. Понятно, что DSG – это коробка, которая очень быстро работает, переключает передачи за тебе. Но, конечно, когда ты едешь в автомобиле, тебе хочется, чтобы максимально все было... Под твоим контролем? Да, да. Я люблю все под контролем держать. Правильно. Мне кажется, для мужчины это лучшее качество. Так, у нас остался Блиц для Николая Виханского. Готов? Готов. Я даю два варианта ответа, ты отвечаешь быстро. ЭП-3 или ФН-2? ЭП-3. Туринг или GT-4? Туринг. Кабаков или Самсонов? Самсонов. Москвау Рейсвей или Егора Драйв? Егора Драйв. Омеган Эрес или Субару Берзет? Субару Берзет. Формула-1 или World TCR? World TCR. Пельмени или шашлыки? Шашлыки. Отличный выбор. Слик или полуслик? Слик. Кони или Йоллинс? Как сложно, давайте будем Йоллинс. Поезд или самолет? Поезд. Справился с нашими вопросиками. А расскажи про какой-нибудь курьезный случай, который случился на гонке. Например, как тогда, в 2018 в Нижнем, когда вдруг во время гонки ты проехал по Петлейну, хотя никто тебя не просил. Хоть что-нибудь подобное было? Не, на самом деле это как раз очень хороший для меня момент с точки зрения таких определенных выводов. Это вообще, конечно, было просто полное разочарование для меня, когда за два круга до финиша взять и съехать в Петлейн и потерять подиум. Это вообще просто было. И ждем, и ждем мы Николая Виханского, когда он финиширует третьим. Еще один подиум для команды Delphi Racing Technologies. Виханский проводит очень неплохой год, стабилен. Вчера, к сожалению, был сход, хотя была хорошая скорость. Сегодня машина... Что это? Гармаш третий? Гармаш третий. Неужели Виханский так же столкнулся с проблемами? Ай-яй-яй, как обидно, как обидно. Я надеюсь, что хотя бы видит финиш его Хонды, наберет он очки. Но для акцента Гармаша, если он поднимется на подиум, это будет два лет для него не первый подиум в карьере. Я бы очень интересно узнать, что же случилось с Хондой Civic. И вот это команды Delphi Racing Technologies с Николаем Виханским. Как-то мы не видели, чтобы она сжала в бокс или где-то останавливалась. Надеюсь, я что все-таки увидел взмах клетчатого флага. Взмах клетчатого флага он совершенно точно видел, потому что мимо нас он проехал по прямой старт-финиш. Другой вопрос, что же там случилось с его автомобилем? Каждый раз эту историю вспоминаю, когда готовлюсь и заставляю себя подтягивать свою силу воли. Очень просто. Гонщик, когда сидит в автомобиле и на улице жара больше 30 градусов, а в автомобиле где-то примерно 51. И мозг плавится. Мозг точно плавится. Ты просто дезориентировался или что произошло? Это получение информации, которая была неправильно мной понята, ввиду обстоятельств уже 21 или 20 круга, и такой жары. Я просто неправильно понял команду инженера. То есть мне попросили более внимательно ехать и не нарушать, а я подумал, что уже есть нарушение. И я заехал отбывать штраф для того, чтобы меня не наказали перед финишем. А в итоге оказалось, что это было всего лишь предупреждение о том, чтобы больше не нарушать за там оставшиеся два круга. Какой ты послушный, сразу отработал предстоящий штраф. А на самом деле для меня это вывод был очень хороший о том, что физическая подготовка к гонке – это один из очень важных аспектов. Нет, ну физическая. Как ты к такой жаре подготовишься? Очень просто. В сауну ходить будешь? Ну, на самом деле это же просто, это выносливость. Это некие такие вот атлетические… Кардио, тренировка или как? Кардио, точно, точно. Это должно быть кардио. Это должно быть длительное кардио. Это должно быть, возможно, в условиях в том числе какого-то определенного климата. Но в любом случае нужно работать со своей физической подготовкой. Но подготовка – это одно, но есть какие-то обстоятельства. Просто мозг плавится. Ты-то готов, тело-то готово, а мозг плавится. Нет, на самом деле тело можно подготовить ко всему. На самом деле пилот должен быть готов в том числе и к таким условиям. Это одно из условий профессионального автоспорта. У тебя есть такая подготовка, да, ты этим занимаешься? Ну вот я теперь, теперь да. После этого случая? Конечно, после этого очень внимательно к этому отношусь. А что делаешь, например? Ну, простая кардио-подготовка и физическая готовность, она позволяет уже справляться с такими вещами. То есть вот сейчас была точно такая же жара, там 32 градуса на улице. Но ты был подготовленный. Уже лучше, уже лучше, чем в прошлый раз. Не было косяков в этот раз. Не заметил. Ну а были какие-нибудь еще вот такие случаи, знаешь, бредовые, просто совершенно? Может, вспомнишь что-нибудь? Да ужасный случай, конечно, был, когда мне нужно было в нескольких городах побывать за гоночный уикенд. Так, это в каких? Да я приехал позапрошлым году, если я помню, в Казань. Мне надо было проехать квалификацию и тем же вечером быть в Нижнем Новгороде. Так. А утром в субботу опять быть на гонке. Ты перепутал города и не там оказался, нет? Ну были обстоятельства, которые нужно было и на соревнованиях побывать, и в Нижнем Новгороде. Ты все успел? Нужно было таким образом составить, что у меня в пути была квалификация, которая закончилась за 5 минут. То есть я сделал быструю квалификацию, как можно скорее быстрое переодевание, спортбайк, в аэропорт, самолет, в Нижнем Новгороде ночи, обратно на самолете в Казань и в гонку. Обалдеть. Обалдеть, все совпало. Все, все сложилось. Нет, ну главное, ты везде успел, правильно? Везде успел, все получалось. Ну а какой-нибудь случай, вот прям вот интересненький, с каким-нибудь косяком, неужели не вспомнишь? С косяком? Да что ж такое-то? Какой ты правильный, ни одного косяка вспомнить не можешь. Не те косяки приходят на ум. Нам нельзя такое рассказывать людям. На этой ноте, мне кажется, будет идеально сделать нам совместный конкурс. Пусть наши зрители напишут в комментариях какую-нибудь историю, связанную с автотранспортом. Может быть, вы тоже заехали куда-то не туда и потом не смогли это объяснить просто на автомате. Вот что-нибудь такое. Пишите в комментариях, а лучший комментарий выберет лично Николай и подарит. Я подготовил специально для такого конкурса нашу командную майку с всеми трассами на спине этого года, командным логотипом и номером и фамилией наших участников команды. Круто. Круто, друзья, боремся за этот супер-приз от Николая Виханского. Единственное условие, вы должны быть подписаны на наш канал. Вот, Николай, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось с тобой беседовать. Спасибо. Спасибо огромное. Сегодня был замечен в падоке Николай Виханский, а я, ведущая Мускатина Катя, прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Capital Loop. Субтитры сделал DimaTorzok